Война не закончена, пока не предан земле последний солдат. Знаменитая фраза прославленного русского полководца Александра Васильевича Суворова является лозунгом поисковиков, наших современников, которые ищут на полях сражений павших бойцов Красной Армии, ищут для того, чтобы их родственники, пусть спустя много лет после завершения Великой Отечественной, перестали считать их без вести пропавшими. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Зерябин. Здравствуйте! Поисково-патриотическое движение в России сегодня на высоте и продолжает привлекать в свои ряды тысячи новых членов, преимущественно молодых людей и девушек из числа студентов и старших школьников. Они вступают в поисковые отряды с тем, чтобы отправляться в экспедиции на места боев Великой Отечественной войны, и там, на полях и в лесах проводить раскопки, которые зачастую позволяют не просто найти останки погибших воинов, но и установить их личности. Но поисковая работа – это не только работа в поле. Главное в ней попытаться отыскать родственников найденного бойца, узнать о его жизни, о том, кем он был до войны. Конечно, уже проделана очень большая работа. Эта большая работа проделана не только поисковиками, но и краеведами, которые работают над книгами памяти. Эта работа большая проделана и активистами школьных музеев, которые устанавливают судьбы своих земляков в разных уголках нашей Родины. Это усилие, в общем-то, всех. Поисковые отряды из Оренбуржья работают в Смоленской и Новгородской областях, там, где шли самые тяжелые бои первого периода Великой Отечественной войны. Задача поисковиков простая и сложная одновременно. Необходимо тщательно обследовать определенную местность и постараться отыскать личные вещи, оружие и, главное, останки погибших воинов. Для работы на легком песчаном грунте в ход идут специальные щупы. Они погружаются в землю и на небольшой глубине позволяют обнаружить в ней какие-либо предметы. Для нахождения изделий из металла используются металлоискатели, или, как правильно их называть, металлодетекторы. В зависимости от модели они реагируют на сталь или алюминий, находящиеся на глубине до одного метра. С помощью них мы вот как раз находим каски, лопатки. Это то, с чем, возможно, рядом будет лежать боец. То есть, если каска, то рядом, возможно, есть боец. И, конечно же, самая большая удача обнаружить солдатский медальон. Он представляет собой небольшую цилиндрическую емкость, внутрь которой помещался свернутый в трубочку отрезок бумаги. На нем солдат писал свои данные, фамилию, имя, отчество, звание, номер воинской части, откуда призывался, адреса родственников. Однако здесь существуют две проблемы. Во-первых, чернила, которыми все это написано, со временем полностью выцветают, и разобрать что-либо крайне сложно. А во-вторых, зачастую медальоны обнаруживаются пустыми. Существовало солдатское поверье. Того, кто поместит в медальон личные данные, пуля найдет первым. Потому, еще раз отметим, обнаружить медальон с хорошо читаемыми сведениями о бойце для поисковика – это успех. На местах боев часто находят остатки оружия, боеприпасов, амуниции, как советских солдат, так и гитлеровцев. Все это сегодня является экспонатами музея, поисковой работы, который находится в Оренбурге на улице 9 января и открыт для посещений. Многие экспонаты можно считать уникальными. Например, эту немецкую каску с пулевой пробоиной. Не исключено, что ее обладатель нашел смерть от руки нашего снайпера. Или эти – разорвавшиеся снаряды от легендарных «Катюш», залпы которых сеяли ужас в стане врага. А вот вражеская листовка, призывающая советских воинов переходить линию фронта и вступать в ряды так называемой русской освободительной армии предателя генерала Власова. Реконструкция нехитрого фронтового быта – блиндаж, в котором бойцы коротали время между сражениями и грели зимой под мотив легендарной землянки. Это буржуйка, как ее в простонародье называли, печка. Сюда вот кидали дрова, и таким образом топилась, выводили трубу на крышу. Оттуда выходил дым, чтобы не было такого закопчения в блиндаже. Здесь же можно узнать о быте и самих поисковиков. Он тоже весьма простой. Пищу готовят на костре, у него же проводят вечера под гитарные напевы, живут в палатках. Потому в поисковые экспедиции ездят лишь те, кто готов отказаться от благ современной цивилизации ради нужного и святого дела. Для молодежи полевая жизнь – это, безусловно, романтика. Но в отличие от других своих сверстников, которые иногда тоже откладывают в сторону гаджеты и проводят время на природе, на веселых пикниках, эти люди понимают, чем они занимаются, для чего это нужно и кому это нужно. Только в прошлом году поисковыми отрядами всей России на местах боев найдено останки более 15 тысяч советских бойцов. Сколько их еще предстоит найти, чтобы придать земле с воинскими почестями и сообщить родственникам, если удалось установить личность погибшего, можно только догадываться. Ведь за годы Великой Отечественной сотни тысяч семей получили известие с фронта одного и того же содержания. «Ваш муж, отец, сын пропал без вести» или «пал смертью храбрых и захоронен в братской могиле». Потому работаю поисковиков на многие годы вперед. Это были Акценты дня. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин